Доброе утро, мои дорогие! Доброе, холодное утро. Минус 16 в Питере. Мало того, сейчас посмотрела погоду. В Черноморске будет целую неделю минус 8. Это после 12 тепла. Надо сегодня позвонить. Как там отопление-то включено. А то разморозится все к чертовой бабушке. Ну что, мои золотые, я сегодня всю ночь не спала. Мне вчера вечером сестра написала. Все-таки, все-таки мама моя в ковидной больнице. Мало того, больница и в реанимации. Так что, все не весело. Мало того, это просто возмутительно. Скорая собралась ее везти в Солнечногорск. Это, ну, совсем на другой конец области практически. Но за 5 тысяч отвез в мытищ поближе. Вот так вот. Не зря говорят, кому война, кому мать родна. А кто-то деньги зарабатывает на этом. Главное, такую даль везти бесплатно, а рядом отвезти за 5 тысяч. Ну, просто возмутительно. Так что, вот такие дела. Не знаю, с сыном вон переговорили. Я говорю, ну, она, человек-то почти 85 лет. И я говорю, уже... Я уж хотела в Крым же улетать. Думала, нормально все будет образовываться. Я говорю, сейчас видно будет в течение, наверное, дня двух. Ну, что? Тут, ну, даже говорить ничего не буду. Сами понимаете. Радости мало от этого. Ну, посмотрим. Может, все будет нормально. Может, выкарабкается. Она у меня такая женщина-то сильная. Так что... Так что вот так вот. Ну, ладно, посмотрим. Я вам сообщу, что да как будет. Ладно. Время уже 10-й час. А я тут хожу чё-то, тыркаюсь туда-сюда. А толку-то никакого нет. Ой, мои дорогие. Вот читаешь комментарии, да, каждый раз? Каждый раз вот... А что, Любовь Николаевна, до мамы и сестры не доехали? Ковид у них, я же говорила. Конечно, не доехала. Мать в реанимации. Мне туда же. Не знаю. Ещё и главное, к этому комментарию... Ещё комментарий. А зачем? Конечно, а зачем? Или вы думаете, мне их видеть не хочется? Ой, народ, ой, народ. Наташа Севастьяновна. Мучает меня вопрос. Где у вас самое родное место? А у меня их много. Родных мест. И Родина, и Мурманск, и Питер, и ещё очень много. Видимо, я не из тех людей, у которых одно родное место. Вот. А так, девочки, спасибо вам огромное. За ваши комментарии. За добрые ваши слова. Спасибо. Особенно, когда вот так тяжело. Прочитаешь прям... Как бальзам на сердце. Ну вот. Люда мне написала Максимова. Будет, если время и желание, встретиться, живёт рядом тут с Сашей. Вот как вот, Люд, а? Вот сижу, как на иголках. Не знаю. Бог даст, если всё хорошо будет. Может, встретимся. А так я, конечно, очень переживаю. Как бы не пришлось в Москву мне ехать опять. Что сделаешь? Посмотрим, что будет. Загадывать ничего не могу. Мои хорошие, хотела вам ром-тур показать, да? Вот квартиры. Но, чтобы показать, тут надо мыть. И мыть, чем я, собственно, и занимаюсь. Вот отмыла вот эту стенку. Швы нет. И вот, посмотрите. Вот посмотрите, какая разница. Видите? Какие стены. Это ещё хуже было. Просто вот. Я не понимаю, почему люди, которые сдают квартиры, почему они не требуют, чтобы те, кто жили и, извините, вот так, усрали. Почему не заставляют их убрать всё это? Ну, а тут ребята переселились под Новый год. Вы сами понимаете, Новый год, мы уехали. Но ведь это ж надо всё отмывать. В общем, квартира неплохая. Очень неплохая. Смотрите, какая дверь резная. Очень неплохая. Вот эта прихожка у них тут. Даже вот кладовка есть, которая у них гардеробная. Ну, в общем, показываю вам всё по верхам. Потому что я плитку тоже начала отмывать ещё. Не отмыло. Барная стойка. Барная стойка посреди кухни. Не знаю. Мне кажется, это настолько неудобно. И один стул. Вот ещё табуреточка есть, с которой никуда не достанешь. Так, это моя куртка висит. Я в ней курить выхожу. На балкон. Три балкона в квартире. Ну, они все такие вот небольшие. Совсем. В общем, короче говоря, одна комната большая. Прям большая. Вторая поменьше. Ну, вот, говорю, мыть и мыть ещё. Поэтому я так подумала, думаю, ладно, не буду я всю квартиру эту показывать. Была бы она своя, другое дело. А так, съёмная. Чё показывать? Нет, так чё обижаться. Машинка есть стиральная. Я её, кстати, помыла. Она была чёрная. Посудомойка есть. Так, в общем-то, всё есть. Ну, я говорю, просто надо... То есть, все шкафыки грязные. Всё надо мыть. А ребята работают все целыми днями. Сашка вообще приезжает в 11 вечера с работы. Ну, когда им? Так что вот так. Ну, в общем, занимаюсь я всякими отмываниями. Надо бы поехать куда-то по магазинам. Ну, нет настроения, девчонки. Нету. Ну, я жду, как там с матерью, чего будет. Прям вот не лежит душа по магазинам мотаться. Так что вот оптимизма мало. Ну, ничего не поделаешь, бывает. Это жизнь. Никуда от неё не денешься. Вот. А так, конечно, квартира неплохая, но... Не знаю. Я вот эти вот... Человека-муравейники не люблю. Вот. И когда она думает покупать квартиру... Не знаю. Нам как-то больше нравятся ранее построенные дома. Не вот такие вот. А слышимость какая, девчонки. О, это просто. Наверху кашляют и слышно. И такое ощущение, что постоянно что-то по полу возят тяжёлое. Кошмар. Я-то уже, конечно, отвыкла за 6 лет в Крыму. Никто у меня по голове не ходит. Но хочу вам сказать. Отвыкнуть отвыкнула. А когда у меня падает что-то на пол на плитку с грохотом, я всё время думаю, ой, соседи бедные. Вот это всё равно где-то в голове сидит. Да. В общем, короче говоря, у меня какое-то второе видео получилось с говорильней. Никакой информационности не несут. Ну ладно, вы уж меня простите. Если всё будет хорошо, то и я повеселею и начну опять бегать, суетиться. А пока вот так вот. Вот видите, чем я занимаюсь. Складываю всё это хозяйство, связаю лишнее. Ну вот эти штучки срезаю, лишний вес. И складываю вот в такие коробки. Вот эти коробки, я их обожаю. Из них много можно чего сделать. В общем. Но покупать их меня жаба душит. Ну. И вот я за эти дни в Питере три коробки у меня уже. Я так думала, думала, думала. Чего? Сейчас я в них вот это всё поскладываю. Своё хозяйство. Да и всё. Ещё не знаю, правда, на чём и как я поеду. Ну, либо отправлю с Деком. Если на поезде, то с собой возьму. В общем, короче, вот такие у меня дела, мои хорошие. Ещё мне нужно, я в Крыму со всём у меня вылетело из головы. Уже готовые украшения, которые я привезла, я их не подписала. Ну, какие камни и что. Вот. Вот надо заняться ещё и этим делом. Такие вот полотенца шикарные, белые, разных размеров. Мне подарила Данина мама из Таиланда. Такие вот полотенца очень хорошие. Они прям такие толстые и прям хороший хлопок такой. Ну, у них очень хороший хлопок в Таиланде. Вот так что, вот такими делами я занимаюсь. Вот у нас Саша сегодня работала в ночь. Она приехала, спит. Я сижу тут потихонечку. Ну, вот. Разобралась я со своими камушками, со своей красотой. Вот. Вот у меня три банки. Я забила, ещё есть в пакете. Не влезла. Вот сижу, теперь подписываю украшения свои. И, мои дорогие, вот хочу вам, мне уже несколько раз писали девчонки в WhatsApp, Любовь Николаевна, чё ж вы, вы в Питере, вот надо ездить, скупать, раз там в Крыму ничего не купишь. Девчонки, я всегда говорю, было бы сто тысяч, я бы их все потратила. Но я уже несколько раз говорила, все деньги шесть лет назад были истрачены на два дома в Крыму, на ремонт, ну, на обживание и прочее. С тех пор я живу на свою пенсию и на те деньги, которые иногда кто-то купит, а это бывает, поверьте мне, не каждый месяц. Ну, и дети помогают. Ну, просить я ужасно не люблю, в общем, для меня это очень тяжело. Вот. У меня была определенная сумма, которую я могла потратить. я ее потратила. Вот, честно говоря, приеду домой, заплачу там за свет, за интернет и не знаю, как жить буду. Так что украшения это не хлеб, который нужен каждый день, к сожалению. и сколько раз мне писали девочки, что о, Любовь Николаевна, я бы у вас все купила, да нет денег. к сожалению, да, вот так мы живем, пенсионеры. Недоукрашений. И у меня их наделано столько. Это Саша еще не все сфотографировала, не все выложила. В общем, я так думаю, что надо мне потихонечку притормаживать с этим делом, заниматься чем-то еще. потому что это не дело. Мне хочется, хочется делать. Вы знаете, я бы сидела и делала, и делала, но так как продается это плохо, то и нечего. Я же себе ничего купить не могу, но у меня все уходит на эти бусы на фурнитуру. Ну, а сейчас, сами понимаете, такая обстановка в мире. Надо потихонечку сокращать все это дело. Хотя, конечно, очень жалко. Вот. И те, кто думает, что я тут как сыр в масле катаюсь, нет. К сожалению, это не так. Я даже в этот раз и на уделку не съездила. В общем, никуда не езжу, ни в фикс-прайсы, ни в сэконда в любимый. Вот один раз съездила с Татьяной Валерьевне и то ничего не купила. Так что вот такая вот грустная история с этим делом. Конечно, если бы продавалась и я бы эти деньги на эту прибыль скупала все, что можно, ой, я бы я бы вагон понаделала. Но так не получается. Так что вот сижу, подписываю, складываю и жду новостей о маме. Жду я только хороших новостей. Ну, очень тяжело. Я даже вот что-то я почему-то охрипла. Не знаю, на нервной почве что ли. Тяжело. вот тяжело ждать. Ну, ничего не поделаешь. Так что вот так, мои дорогие. Не очень мне сейчас весело. Ну, я стараюсь вас сильно не загружать этим делом. Короче говоря, сижу, работаю. сижу, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»